Один из самых конкурентных боёв этого карда. В синий угол ринга приглашается опытнейший боец-технарь Салим Бетроза! Всех приветствую. Подготовка на бой идёт нормально. Готовлюсь по чуть-чуть, сильно стараюсь не выкладываться. Очень долгий простой у меня был, поэтому сейчас хочу вернуться в более нормальной, оптимальной форме. Мой соперник Артур Сергесян, про него ничего плохого сказать не могу. Да, иногда газует, да, там много грязи говорит. Не знаю, хайпует как может, но сам по себе для меня лично он ничего не сделал, поэтому отношусь к нему нормально. Для меня интересно против боксера побоксировать, против борца побороться. Поэтому, не знаю, посмотрим, что он сможет противопоставить мне, так как я понимаю то, что я не базовый боксер, и ему будет сложнее со мной боксировать. План на бой всегда давить его, то есть не давать ему пространство, не давать ему работать, всегда прессинговать. За меня обычно болеет моя семья, этого в принципе достаточно. Мой тренер, мои друзья, сокомандники, моя команда, Ливер Тим. Ну а его соперник, боец Панч Клаба. И кстати, на минутку, мой первый тренер по боксу, профессиональный боксер Артур Саркисян. Всем привет зрителям Панч Клаба. Меня зовут Артур Саркисян. И вы меня, наверное, знаете как тренера Кокляева, спарринг-партнера Дацика. Я родом из города Новочеркасска, проживаю в Москве, и здесь же работаю тренером по боксу. Панч Клаб мне дает возможность выступить, и на этот раз у меня достойный соперник Салим. Я видел его пару боев, и с моряком он показал неплохой бой, и в равном бою ему уступил. Но со мной такого не будет, я другого уровня боец. И поэтому Салим, будь готов, я планирую закончить этот бой досрочно. И я готов выступить в любом другом промоушене, и я хочу, чтобы мне подтянули какого-нибудь медийного бойца, и чтобы он обязательно был сильный, и чтобы была нормальная заруба. Голые кулаки, перчатки, мне не важно. И в моих планах стать звездой по ПММА. Для начала я хочу стать чемпионом Панч Клаба, потом перейти в другие промоушены, и мне нужны там громкие чемпионские бои, и я им покажу свой уровень. Итак, друзья, поехали. Интереснейшее противостояние. Артур очень техничный боец, что мы показали в предыдущем поединке. Да, действует всегда расчетливо. И сейчас тут же заходит с очень классной двоечкой. Повыше ростом, Артур, хорошие рычаги. Да, и хороший тайминг. Отличная работа на ногах. Интересно, что Салим сможет противопоставить этому. Вот неплохо, да, Салим пробил. Вот, кстати, тоже обращает внимание, что Салим работает в клинче. Он не просто, если завязались, остается на месте, но и старается насовывать удары. Требует более жесткой работы от Салима. Но понятно, что задача Салима остановить. Хорошо, справа зашел с ударом Артур. Как он чувствует, да, этот момент все-таки для нанесения удара? Очень технично двигается. И посмотри, посмотри, тут уже в партер перешли, но не про это. Так, и... Так, что, с коленом или... Да, понятно, что Салим продолжает поединок как настоящий боец. Ну, какие-то болевые ощущения испытывал в колене, по-моему, да? Я думаю, нужно ему сейчас немного, может, потянуть время, чтобы прийти в себя после этого. Как раз-таки постоять в клинче, потому что, очевидно, на передвижении с больной ногой ничего хорошего не выйдет. Но, видимо, оклемался Салим, ну, а Артур продолжает демонстрирует чудеса техники, уворачивается от всех. Да, причем мы видим, что если на ногах не успевает, просто полшага переделает и вяжет соперника в клинче. Очень легкие, очень ноги, очень подвижные, опять хорошая двойка. Пошел опять вперед Салим, не достал до соперника. И заново такой больше борцовский клинч, нежели боксерский. Да, ну и, кстати, Артур очень хорошо подхватывает передней рукой соперника, прямо на подходе. И самое главное, после своей атаки справа не проваливается. Заключительные 10 секунд первого раунда. Сейчас из клинча, о чем я как раз-таки и говорил. Салим хорошо зарядил, не выключился из работы и попал в самом конце. Но, думаю, этого, конечно, будет недостаточно, чтобы забрать первый раунд. И отрезок остался за Артура. Поддерживаю. Поехали. Второй раунд. Огненное противостояние. И здесь здорово сдваивает удар справа. Пытается зайти на нужную дистанцию Артур. Хорошо опять с опущенными руками подходит, раскачивает. И вот после этого как раз использует как инерцию это движение Артур. Запходит с ударами. Кстати, по сути Артур делает одно и то же. То есть он подходит правый, левый, но делает это очень быстро и очень вовремя. Да, негодую сейчас Артур тоже постоянно вяжет оппонент этот бой. Ну а с другой стороны, чем не тактика? Да, тем более здесь надо как-то замедлить соперника, да. По-другому это сложно сделать. То есть шансы Салима Петрозова именно работы на ближней дистанции. Еще одна двоечка в исполнении Артура. Говорят Артуру Саркисяну, что он ведет. Вот как включился. Очень хорошая серия от Артура. Раздергивает. Мощная атака. Перекрывается Салим. Надо идти вперед. Нельзя ему отходить назад по прямой. Сейчас на отходе еще Артур пробил. Отлично. Ну вот наконец-то появился у него оперативный простор для комбинации. Тут же он его использовал. Да, такое ощущение, что завелся, да, вот так по-хорошему. Артур Саркисян в великолепную серию. Он выпустил еще одна двоечка. Туда идет брать реванш. Но здорово опять работает на ногах Артур. Так, видимо, отказ от боя сейчас будет. Да, все-таки есть какое-то повреждение, по-моему, у Салима. И, наверное, еще и благодаря... Не благодаря, а из-за него не получается работать в полной мере. Да, это остановка, к сожалению. Но справедливости ради Артур забирал этот поединок. Да, ну а Салиму, конечно, желаем, прежде всего, здоровья. Минута тридцать пятой секунды. Ввиду отказа бойца из синего угла, побеждает боец красного угла Артур Саркисян. Салим, я видел твой первый бой на голу кулаках с моряком. Ты себя показал очень хорошо. Скажешь, чего тебе не хватило в этом бою? Всех приветствую. Всем саламу алейкум. Заранее хочу сказать извините своей команде, своему тренеру. Не получилось ничего сделать. Шесть месяцев ничего не делал. Но это не отговорки, все. Просто не получилось, все. Соперник реально на голову высший был. Поэтому им только уважение. Спасибо его команде, спасибо за бой. Ничего лишнего сказать не хочу. Спасибо всей моей команде. Позже подводить не буду. Спасибо организаторам тоже, что разрешили мне выйти на бой. Два боя я подрался, два проиграл. Вот третий опять проиграл, поэтому спасибо вам большое. Салим, подожди, не уходи. Я дай от себя пожелания скажу, потому что я еще раз повторяю, я видел твой первый бой с моряком. Ты молодец. То, что продолжаешь дальше, я тебе желаю только хорошей подготовки. И на 10 я дальше увижу в боях. Ты красавчик. Артур. Честно говоря, я, наверное, скажу, здесь нельзя болеть за кого-либо ведущему, но так как ты мой первый тренер, я тебя давно знаю, ты молодец. Показал роль Джонса, но не сделал ту самую обманку, которую я тебе говорил. Ну, не важно. Главное, выиграл. Расскажи и поделись эмоциями своими. Всем привет. На самом деле, Салим очень сильный боец. Он хороший парень, хороший боец. И тот бой с моряком, который он показал, отдали моряку, на самом деле, я бы сказал, что Салим выиграл. Все люди видели, все в комментариях пишут там процентов 90, то есть люди понимают, что Салим выиграл. То есть это говорит о его уровне. Но я ему не моряк. Я другого уровня. Я выше на голову и моряка, и Салима. Салим, при всем уважении к тебе, ты хороший боец, но просто я на голову лучше. Всем спасибо, кто пришел поболеть за меня, моей команде. В первую очередь, Яша, мой менеджер. Ты для меня больше, чем просто менеджер. Спасибо, что ты здесь сегодня. Молодец, поздравляю тебя. Я очень рад за твою победу. Ты представитель канала команды True Gym. Приветствую всех. Меня зовут Мальсага Бекхан. Я из команды Берзлой. Артур, поздравляю тебя с победой. Хороший бой. И я предлагаю тебе на следующем турнире провести бой. Мой менеджер пообщался с вашими организаторами, они не против. Так что принимай вызов. Я, конечно, не боксер, но я считаю свою ударку довольно хорошей. Так что я готов спорить с тобой. Сколько весишь? Нормально. Я меньше вешу. Я готов с таким весом. Мне вообще без разницы. Я не знаю. Я тебя первый раз вижу. Но я согласен. Молодец. Штардаун сделай. Ну, ты говоришь, что вы не знаешь. Я тебе скажу, это боец наше дело, финалист 6-0, 6 нокаутов. Я к тому, что это известный боец. Поп-мама именно. А тебе ты красавчик. Реально поздравляю. Я думаю, это будет хороший бой. Тебя предложила ваш панч-клаб. Я думал, ты в курсе. Так что я думаю, обсудим этот бой. Это интересно будет. Ты красавчик. Ну, я первый раз слышу об этом предложении, но я согласен. Если тем более ты говоришь, он сильный, еще и популярный, еще лучше. Я выбрал тебя, потому что ты тоже хороший. Спасибо. На уважение, как говорится. Давайте сделаем старт-даун. Заряженные тигры, львы-тигрыны. Беррот! 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 Беррот!